Друзья, добрый день! Ну, честно скажу, не хотелось в этот день придавать столько значения сегодняшним событиям по поводу ареста президента, экс-президента Дадона. Все-таки сегодня, я считаю, более торжественный день. Все-таки у нашего действующего президента, да и женщины, сегодня юбилей. Это более значимое событие, и я считаю, что нужно больше уделить внимание этому более значимому событию. Поэтому я бы не застрял столько внимания по поводу ареста Дадона. Но мне позвонили сейчас, ну, друзья, эмоционально, вот, Федор Васильевич, скажите ваше мнение по поводу ареста Дадона. Друзья, как говорят, песня по заказу. Во-первых, я этот день по поводу ареста Дадона встретил, как ни удивительно, без всяких эмоций. Такое ощущение, что так и должно было быть. В принципе, так и должно быть. И давайте не делать с этого события какую-то трагедию. Это я говорю в адрес социалистов, которые так заволновались. Я сейчас внимательно смотрел на эти протесты, смотрел на лица социалистов, в лице у всех увидел беспокойство, переживания. Не за судьбу Дадона, абсолютно. Каждый из них замешан, конечно. Конечно, сколько денежку Дадон давал и социалистам, и, естественно, и на содержание они все были. Короче, заволновались все, я имею в виду, с поля социалистов. Начали сразу же тут проводить протесты, да. Это политический беспредел. Давайте так. Все успокоимся. Давайте предоставим возможность правоохранительным органам, прокуратуре, естественно, судебным инстанциям спокойно, без эмоций, высушить обвинение, высушить защиту, высушить самого Дадона по тем статьям, которые его обвиняют. Что за паника? Что за бунт? И тут же Россия комментирует, они обеспокоены задержанием господина Дадона. Ну, Россия понятно. Почему? Потому что это их агент. Для меня Дадон это агент Российской Федерации. Завербованный, я об этом знал давно, я об этом не раз говорил, вы свидетели. То, что я знаю, значит, то, что Дадон служил интересом России, это не новость, все это понимают. Просто нужно было дать юридическую оценку и подвести черту и начать разбирательство по каким статьям в Уголовном кодексе президент Дадон, будучи президентом, нарушил Уголовный кодекс. Поэтому все нормально. Дальше, что касается коррупции, ну, коррупция, то с ног до головы, меня очень, очень, конечно, возмущает то, что в 2017 году, после того, когда я, как председатель комиссии публичного контроля при президенте Дадоне, получил указание сфабриковать расследование кражи миллиарда. И Дадон дал прямое указание, никого не трогайте, значит, свалите все на Филата, значит, с Филата надо было сделать стрелочником и свернуть расследование. Ну, это же я живой свидетель, вот я же никуда не смылся. И, 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 обратите внимание, что я с семнадцатого года об этом говорю, и никто меня не пригласил, чтобы я дал показания как свидетель. Потому что я еще тогда говорил на всех телеканалах, что Дадон соучастник кражи миллиардов. Даже по этому поводу есть решение не Гелича, а решение комиссии публичного контроля. Это десять человек. Так вот, для меня абсолютно это сегодняшний арест не удивил. Я вообще считаю, что это было, должно было произойти намного раньше. Намного раньше. Но, как у нас говорят, все, что не делается, делается к лучшему. Лучше позже, чем никогда. Поэтому Игорь Николаевич должен был давно, как гражданин республики, мог бы быть заслушанным. Да? По тем статьям, в чем его обвиняют. И не надо с этого делать пургу. Не надо делать ветер в тазике. Значит, то, что Дадон связан с коррупцией и теми, кто украли миллиард. И то, что сам, сам отец Дадона, политический отец Дадона, сам Воронин рассказывал, что... Вы же помните, да? Ведь практически первый, кто обвинил Дадона в коррупции, это был Воронин. На всех телеканалах он рассказывал, какой он взяточник, что он получил три миллиона долларов за то, что проголосовал с Гречаной, с Абрамчук. Дали недостающий три голоса на выборах президента Тимофтина. Ну, скажите, неужели для этого все что-то удивляет? Просто ребята, ну, видимо, ждали момента, потому что политическая составляющая тоже имеет огромное значение. Я даже больше вам скажу, даже война развязанная Россией и Украине тоже помогла в том, чтобы сегодня Дадона привлечь к уголовной ответственности. Потому как, давайте будем открыто говорить, что Дадон, да, когда был президент, он все докладывал президенту другой страны. Он фактически был не президент независимого государства, а он был губернатор какой-то части России. Так он себя, во всяком случае, вел. Поэтому я, как говорят по желанию слушателей, прокомментировал ситуацию и считаю, что не нужно слишком много внимания. Давайте так, многие из вас прошли через дела, обычные люди. Я 9 лет назад тоже месяц сидел в тюрьме. Обвинили меня, что я продавал людей, детей, мошенничество. Господи, и что теперь? Ну, прошло 9 лет. Что я в тюрьму никак не могу посадить? Никак. Я уже сам прошу прокуратуру. Слушайте, я давно бы уехал с этой страны, но, блин, хочу в тюрьме посидеть. Я хочу увидеть приговор тех, кого я продаю. Ну, слушайте, ну, вы думаете, вы меня напугали этим? Вы что? Если ты уверен, что ты ничего не совершал, ты никуда не будешь убегать. И ты не будешь прикрываться политикой. А то у нас Шор, значит, участвовал в краже миллиарда, смылся, значит, в подвал где-то там в Израиле. И сразу зарегистрировал партию именем, своими именем, это же великий штуцер, да? И сразу же заявляет, что преследование это по политическим мотивам. Платон смылся, забрал самую красавицу, Наталью Мораль с собой в Англию. Тоже политический заказ. Взяли за жабры нашего гагаузского генерального прокурора Стайногла за яички, да? Нежно взяли за яички. Тоже это политическая краска, это вот люди богатюка. Ну, понимаете, такие пошли политики мужики, ну, это просто кошмар, это не мужики. Это просто какие-то, это подобное, похоже что-то на мужиков. Но коль тебя в чем-то обвиняют, так стой стойко, не прикрывайся политикой, не выводи людей, а иди на заседание суда, доказывай, что ты ездил в Россию к Путину, потому что у тебя была любовь, вы занимались там сексом с Путиным. Какого хрена вы приводите сразу на протесты людей, вот это все политический беспредел, вот ты еб, когда простых людей арестовывают, простых людей, да? Обычных людей, в отношении которым проявляется беззаконие, несправедливость. Это беспредел, это мягко сказано. Тогда не выходит никто с политиков защищать обычных простых людей. Ни хрена. Эти обычные люди, молдаване, сами по себе защищаются как могут. Значит, одним все можно, а другим ничего нельзя. Видите ли, Дадон Марий Штуцер, он преследуется. Да ни хрена он не преследуется. Он просто должен ответить на суде в рамках закона. Пусть нанимает адвокатов и пускай доказывает, что это неправда. В кульке были не деньги, это там были презервативы. Пусть доказывает, что там были, я не знаю, эти сусательные конфеты. Ну, кто мешает? И вот, обратите внимание, что еще суд не состоялся, еще никто не видел документов обвинения с теми аргументами. Сразу же выскочили все на площадь и объявляют, что вот это политический беспредел. А я хочу спросить, а те, кто об этом объявляет, кто знаком, кто изучил дела? Кто посмотрел документы? Кто каждую бумажку в обвинении прочитал? Это еще не все. Нужно еще выслушать другую сторону, так называемая ответчика, то есть господин Дадон должен выступить. Не только выступать, а еще представить, доказать, что свои невиновности. Слушайте, это классический принцип правосудия. В чем проблема? Нет, как только что, эй, это политический закат. Шор спрятался, преследование от политического спрятался. Дадона взяли за мошонку, он тут же, опять все социалисты, это политический беспредел. Ну, слушайте, господа, я все сказал. В стране должен быть закон работать. Закон должен работать не только для рядовых граждан. Закон должен работать для политиков. Начиная от президента, заканчивая простым Георгием Дерласад. Все должны перед законом быть ответственны и все перед законом должны быть уважительны. Все. Закон для всех одинаков, независимо, какое ты положение и должность занимаешь в стране. Начиная от президента, заканчивая дипломатами и заканчивая простыми людьми. Закон для всех. Только при таких условиях мы можем говорить о демократическом государстве. Только при таких условиях мы можем построить благополучие в нашей стране. А только при таких условиях мы возьмем коррупцию под контроль. Ее надо контролировать, держать в узде, как лошадей в телеге, да, в лакоруце. Под контролем. Под контролем все должны быть, чтобы налево не пошел. Знаете, как жена говорит, вас, мужиков, надо держать под контролем, чтобы налево не пошли. Правильно говорят. Все надо держать под контролем. Поэтому, друзья, сегодня более значимое событие. Сегодня у нашей женщины, самой главной женщины страны, чуть не сказал первая леди, нет, это не первая леди, это выше. Это президент страны. Сегодня день рождения. Я ее очень уважаю. Потому что она проявила ко мне глубокое уважение. А я такое отношение никогда не забываю. Я желаю ей многое лето. Я же непривычно женщине желать мужества. Не могу. Женщина должна быть слабенькой. Ее надо носить на руках, понимаете. А она взяла на себя вот такой груз управлять вот таким государством, которое в дерьме ей передали. Только здоровья. Здоровья. Госпожа Сандо. Сегодня самая главная новость в стране не арест Додона. Эй, ну арестовали, пусть посидит чуть-чуть. Полезно будет ему и социалистам. А сегодня самый большой праздник, это день рождения президента нашей страны. Давайте пожелаем ей здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Госпожа Сандо. Мне вы очень нравитесь, когда вы улыбаетесь. Улыбайтесь почаще. На вашем лице должна быть всегда улыбка. Вот когда вы улыбаетесь, это сразу народ успокаивается. Потому что если президент улыбается, значит в нашем доме все хорошо. Вот что я хотел, друзья, сказать. Так что, ничего, пусть Додон посидит, пусть подумает. Есть о чем подумать. Вот, поэтому не делайте с этого, прямо, большое событие. Наоборот, наоборот, Молдова сегодня вообще в международном сообществе набирает очки, положительные очки. У нас Филат был первый, премьер-министр, которого посадили. Ну, не важно, он должен больше посидеть. Ну, хрен с ним, хоть 4 года посидел. А сегодня впервые президент, бывший президент будет арестован. И тоже, я думаю, что должен осужден. Осужден, ну, конечно, справедливо. Пусть справедливо. Я никому не желаю, конечно, и не радуюсь никогда арестом и тюрьме. Но все должно быть по закону. Для всех. Для всех должен быть закон для всех. Вот. И, естественно, что если говорить о преступлении, которое причастен Додон, я имею в виду кражи миллиардов, то должны быть арестованы и Додон, и по этому участию главы государств, которые допустили халатность, в период которых была кража, кража государства, кража народа. Они все должны быть, предстать перед судом. И тоже, и начиная от Снегура, Лучинского, Воронина, Тимофтья, все должны быть привлечены к уголовной ответственности за преступления против народа. Вот так. Я считаю так. И только так. Это не будет беспределом политическим. Это будет справедливо. Справедливо. И в назидании всем. Потому что когда ты занимаешь такой пост, как глава государства, ты отвечаешь за все, что в государстве происходит. Плоть до тюремного заключения. Вот тогда будет в стране порядок. Друзья, всем привет. И еще раз лучше поздравьте президента. Она не просто президент. Она маленькая. Ее вот так вот надо на ладони носить. Поэтому оберегайте ее. Потому что я считаю, что из всех президентов, это сегодня лучший президент. И не надо ни ее катить бочку. То, что ей досталось, если серьезно говорить, очень, очень. Кто знает, а я знаю, о чем я говорю. Очень сложная ситуация. И все поменять, и все сломать. Да еще и война на ее долю. Вот сейчас, которая в Украине, в соседнем государстве. Так что, пожалейте ее. И пусть она почаще и лучше улыбается. Вот когда женщина улыбается, и солнце ярче светит. И спокойствие на душе. Потому что глава государства улыбается. Вот такое мое мнение. Всем пока. Завтра еду в Украину. По работе. Посмотрю, что происходит в Украине. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok